Во Владивостоке подвели итоги всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Сразу две заявки Ульяновской области вошли в топ лучших. По 80 миллионов рублей с федерального бюджета в 2024 году получит Сенгелей и Языкова. В малых городах сегодня проживает больше половины населения нашей страны. Малые города – это действительно города с большой душой. Сам конкурс уже давно не просто про благоустройство. Команда междисциплинарного жюри оценивает не только архитектурно-планировочные и градостроительные решения, но и социологию, степень погруженности и вовлеченности жителей проекта, степень их принятия проекта, экономику, археологию и много-многое другое. В Блинной столице продолжат развивать набережную. Проект «Душа Волги» подразумевает создание прогулочной зоны с арт-объектами от пляжа в сторону речного порта до сквера Пушкарева. Запланировано установить арт-объект «Маяк», видовую ротонду с качелями, спортивную зону. В сквере разобьют яблоневый сад и обустроят памятную зону, посвященную героям войн. В Языково благоустроят общественное пространство «И вас сюда зову». На входе в парк оборудуют сухой фонтан. Обустроят прогулочные дорожки, беседки и скамейки. Видовую зону рядом с Пкинской елью. Также оборудуют площадку для проведения пленеров, подробные стенды и элементы навигации, детские и спортивные площадки. На штабе по комплексному развитию региона губернатор Алексей Русских призвал руководителей муниципалитетов активнее включаться в процесс формирования заявок на следующий год. Еще было представлено еще три наших заявки. По ним мы работу не останавливаем. Нужно немножко их переформатировать и будем заявляться на следующий год. Я уверен, что эти проекты также будут поддержаны. Всероссийский конкурс лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений проводится по инициативе президента Владимира Путина. Является частью национального проекта «Жилье и городская среда». Анна Тищенко, Управда ТВ.